Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 26 главе. С одной стороны, в 26 главе мы видим достаточно драматичные события, сюжет, который развивается в сторону последних фраз главы, где важные для автора вещи написаны. А с другой стороны, мы это все только что читали, только написано это было не о Исааке, а об Аврааме. Прямо буквально то же самое, потому что вот голод, и Исаак вынужден в связи с голодом мигрировать. Как это мы видели в рассказе об Аврааме. Дальше все тот же, как будто бы о Вимелех, и та же самая история с тем, что теперь Исаак говорит о своей жене, что это моя сестра, опасаясь, что его убьют. И здесь пишет автор, что она была красива, как Сара. В случае дважды такие вещи делает Авраам, в том числе и с Авимелехом. Теперь, наверное, можно предположить, что это уже какой-нибудь новый Авимелех следующего поколения, но рассказчик этого не прописывает, поэтому у него получается, что тот же самый Авимелех, опять все то же самое, жену выдает за сестру. Ну, что это ты сделал с нами, ты ввел бы нас в грех, если бы кто-то из нас что-то сделал с этой твоей женой, и кто прикоснется к этому человеку и жене его, тот будет предан смерти, повелевает Авимелех. Ну, почти слово в слово. Для чего? Это здесь. И как можно объяснить столь очевидный, бросающийся в глаза повтор? Ну, ведь составитель не мог не видеть этого повтора. Может быть, мы можем предположить, что в источнике, в основе лежащего предыдущих глав это было, теперь есть такие рассказы в этой части, идущей от другого источника, и составитель, допустим, переправляет главного героя, или просто называет главного героя, который не был назван в этих повествованиях, Исааком. Ну, уж очень получается искусственная тоже картина. Дальше-то ведь тоже все чрезвычайно похоже про величие, про то, что земли у Исаака, и стада, и конфликты с Авимелехом из-за колодцев. Ну, вот прям слово в слово. Только что теперь этих колодцев много, теперь рассказывается, что филистимляне, которыми владычествует Авимелех, засыпают колодцы, выкопанные Исааком, и тоже он пытается каким-то образом о своих правах с Авимелехом договориться, и в конце концов заключает с ним союз некоторый. Самым простым объяснением было бы, наверное, предположение, что составителю нужно показать, что Исаак идет тем же самым путем, тем же путем, что Авраам, и проходит те же самые испытания и трудности. Перед ним стоят те же проблемы, и он их примерно так же решает, примерно так же через это проходит. Ну, вот. Ну, и, скорее всего, конечно, нужно, чтобы читатель обратил внимание по возможности на то, где есть отличия. Отличия. Потому что, когда речь идет о голоде, и уже собирается, как и отец его, Исаак, в Египет, Бог ему говорит, не ходи в Египет, оставайся в этой земле, о которой я скажу тебе, потому что эту землю я тебе дам. Ну, и здесь говорится все то же самое о благословении, повторяется, благословляются всеми и твоем, все народы земные. Ну, смотрите. «За то, что Авраам отец твой послушался голоса моего и соблюдал, что мною было заповедано соблюдать, делал то, что я ему велел». Это, в общем, повторяется, это повторяет то, что было сказано в завете с Авраамом. Но есть уточнение. «Повеления мои, уставы мои и законы мои». И здесь, в общем, возникает некоторое недоумение у читателя. Потому что, ну, ладно, повеление. Допустим, Бог велел Аврааму ходить перед ним, быть непорычным. «Уставы мои». Какие уставы? Там нет никаких уставов. О них вообще нет речи. «Законы мои». Какие законы? Никаких законов и уставов, по большому счету, Аврааму не дано. Ну, там, повеление доверять одному Богу, который становится Богом Авраама и принимает, как бы, Авраама под свое владычество, хорошо. А вот уставы и законы – это явно анахронизм. Это фраза, которой автор забегает очень далеко вперед. Подобного рода выражения будут адекватны рассказам об эпохе после Синайского завета. Ну, или хотя бы самого Синайского завета, где действительно есть заповеди и где состоитель подверстывает к рассказу о завете еще множество утомительных подробностей о том, как должен совершаться культ Бога. Как следует почитать Богу, вот все то, что должно называться «Уставы Божьи». И да, в книге Исхода это будет рассказано и предложено, как то, что заповедано самим Богом. Здесь совершенно неуместная формулировка. И опять-таки трудно сказать, является ли это результатом непреднамеренной небрежности, когда мы имели бы право думать, что для автора это совершенно неважно, как выглядит то благословение, которое дается Исааку. И поэтому там он оставляет формулировки, относящиеся к эпохе Исхода, и этой анахронистичности не видит. Ну, может быть, в самом деле так. Или можно, если очень хочется и если не бояться натяжек, можно, конечно, придумать, что автор там прообразовательно отсылает читателя к эпохе Синайского завета, и что у него задумка такая, да, сказать здесь о повелениях, уставах и законах. Так, сложный очень вопрос. Тем не менее, да, мы видим, что формулировку передачи благословения, того благословения Авраамова, которое, собственно, и должно Исааку принадлежать, вот проникает каким-то образом, удивительным, неожиданным образом проникает выражение, характерное все-таки для послесинайской эпохи. И еще одно, пожалуй, отличие, пожалуй, отличие, вот какое уже во второй половине главы Бог является Исааку примерно так, подобным же образом, как он являлся Аврааму. В ту ночь явился ему Господь, и вот Бог обращается к нему и говорит, «Я Бог Авраама». Не так, как это было раньше в разговоре с Авраамом, где не было возможности таким образом идентифицировать, так сказать, Бога. «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, потому что я с тобою благословляю, благословлю тебя, умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». Таким образом, мы видим здесь, что решение, которое принимает Авраам, вступить в завет, вот это решение, и этот завет, и это благословение передается Исааку ради того, что сделал Авраам. Еще, пожалуй, не ради того, что делает или будет делать Исаак, ради того, что сделал Авраам, вне зависимости от, как будто бы вне зависимости от поступков Исаака. И в самой последней части главы говорится о том, что Авимилек со своими друзьями и товарищами, как это называется, членами бюрократической команды, свои приходят к Исааку, и видите, здесь уже немножко по-другому, не так, как Авраам, он говорит, что вы ко мне пришли, когда вы меня возненавидели и выслали меня, потому что там вот описывается этот конфликт вокруг колодцев, когда Авимилек выслал Исаака. И они говорят ему, мы ясно увидели, что Господь с тобою, поэтому решили заключить с тобой союз. По каким именно признакам они так заключили, сложно сказать. Ну, по структуре рассказа можно предполагать, что имеются в виду многочисленные богатства Исаака и то, что он один, другой, третий, кучу колодцев выкапывает, и в этих колодцах оказывается вода. Тоже, понимаете, сейчас-то, когда ты едешь по дороге где-нибудь в московской губернии, ты на каждом столбе увидишь там объявление, бурение на воду, копаем колодцы, все это недорого стоит, быстро делаются за один-два дня, и вода, и ходят дяденьки с какими-то проволочками, находят подходящее место, заказал тебе, выкопали. На следующий день колодец стоит, вода. Все просто у нас. Но там найти место и создать колодец – это совсем другая история, потому что это сухая каменистая почва, часто скалистый грунт, который надо долго долбить бронзовой киркой. Это очень непросто. Для того, чтобы сделать какое-то вообще углубление, нужно, не знаю, насколько труда положить. И вода, если она там и есть, она где-то очень-очень глубоко. И если там еще где-то тебе попадется песчаный слой, значит, нужно что-то делать, чтобы колодец не заплыл песком. На какую-то ужасную глубину его прокапывать и добывать оттуда воду с учетом того, что никаких мощных насосов не имеется. Поэтому, когда человек выкопал колодец, и в этом колодце есть вода, он получает в руки ключевой ресурс для всей окрестной территории. Поэтому вот выкопал другой колодец и дал ему имя, значит, там оказалась вода. И в тот день пришли рабы, известили его о колодце, который копали. Они сказали, мы нашли воду. Вручную многометровый колодец. И там через три месяца работ, они говорят, мы нашли воду. А можно было не найти. Вот это серьезная очень вещь, которая действительно хозяину колодца дает некие дополнительные возможности. И вот, скорее всего, Авимелекса товарищи увидели ясно, что Господь с Исааком не только по богатству, урожая, скота, но потому, что у него, в его руках оказываются эти колодцы. В частности, вот колодец, как в Версавии, в Бершеве, который он выкопал и нашел воду. Никто не надеялся, что в этой местности может быть вода. А если она там есть, значит, там можно пасти скот, а может быть и вовсе даже разбить какой-нибудь орошаемый огородик, вручную, с трудом орошаемый, но все-таки поле. Значит, этот колодец и есть тот признан благословение Божьего, который видит Авимелек. Мы ясно увидели, что Господь с тобою. И поэтому меняется их отношение. Довольно странно, потому что, вообще говоря, рассказ предполагает, что они язычники. И что для них это большой вопрос. И, может быть, дело не в том, что они в самом деле поклонились Исааку, богу Исаака, или богу отца его Авраама. может быть не как сюжетную деталь. Здесь автор это рассказывает, а составитель помещает. А скорее, как некоторую метаисторическую схему. Потому что и сама искусственность всего этого повтора, ну, очевидно, очевидно, потому что, ну, прямо только что были подобные вещи об Аврааме рассказаны. Вот все это заставляет подумать о том, что же хочет, чтобы автор или составитель, чтобы мы увидели. И вот эта схема примерно такая. Вот есть некий человек, который в данном случае воплощает тех, кто чтит единого Бога. Ну, ему приходится проходить через какие-то трудности, искушения. Может быть, как всему народу. Может быть, они видели какие-то сюжетные параллели между тем, что с Исааком происходит в этой главе и с народом Божьим как таковым. Но точно совершенно они видели параллель в том, что вот человек, который чтит Бога, и вокруг язычники. И с этими язычниками надо держать ухо востро. Потому что то колодцы засыплют, то на жену покусятся, то еще что-нибудь. Они как будто бы беспредельщики. Как будто бы нет правил, которыми они бы руководствовались. Ну, точно так же, как народ Божий в языческом окружении. И эти языческие народы, которые все время там завоевывают, особенно всех, в том числе народ Божий, они тебе и на жену покусятся, и на стада, и на колодцы, и на богатство, и на все, что угодно. Вот как с этим быть? Зачем? Почему Бог вообще такое устроил? Какой план? Потому что можно предположить, что, например, Исаак, который глава сильного клана, и Авимилех ему говорит, уходи ты, сделался слишком сильным, что он вдруг там проявляет свою силу, скручивает в бараний рог Авимилеха и всех его подельников, и, скажем там, устанавливает господство над всей территорией и распространяет его дальше, 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 дальше. Что, собственно, сделал бы на месте Исаака любой глава сильного клана. Для целевой аудитории бытия после пленных иудеев этот вариант выглядит так, что там Бог нас благословляет, мы набираемся сил, всех завоевываем. И вот этих всех, которые нас угнетали, египтяна, сирийцев, вавилонин, перцев дали по списку, вот мы их всех заставим нам служить, поклониться и так далее. Что там можно сделать с силой? А автор предлагает составителю такую вот схему, которая работает по-другому. Эти самые язычники говорят, ты нам как не нравился, так не нравишься. И вообще слишком сделался сильным, и все мы бы охотно от тебя отделались. Но мы ясно увидели, что Господь с тобою. И ухватится десять человек за пиджак Иудея и скажут, мы пойдем с тобою, потому что мы слышали, что с вами Бог говорит в эпоху составления, окончательного составления книги автор первой половины книги Захарии. Таким образом, идея в том, что как Исаак для Авимелеха, так народ Божий для остального человечества становится, является и должен быть свидетельством о Боге, свидетельством о том, что Бог существует и что он реально является Богом Исаака или Богом потомков Исаака, и что он представляет собою, как мы теперь сказали, реальную силу. Мы увидели, что Бог с тобою, убедились в этом, увидели ясно, и поэтому давай мы с тобой заключим союз, мы хотим этот союз заключить, мы хотим быть, так сказать, на твоей стороне. Ну и потом мы в послепленную эпоху и дальше не раз увидим и у пророков будем читать о служении народа Божьего вот именно таком, о том, что они призваны свидетельствовать окружающим народом, язычникам, неверующим, свидетельствовать о реальности и силе Бога Израилева для того, чтобы эти народы могли к Богу обратиться. Ну и здесь в конце 26-й главы действительно заключают Исаак союз Милехом и его друзьями и они говорят, чтобы ты не делал нам зла и мы не коснулись тебя, а делали тебя одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом. Вот теперь в смысле в этом поколении ты благословлен Богом, как раньше был благословлен Авраам. И вот они поклялись друг к другу и отпустил их Исаак. Исаак. Исаак.